Татьяна Резвин Новый 2020 год уже встретили в нескольких странах мира. В Новой Зеландии, на островах Фиджи и в Австралии. В Сиднее буквально в эти минуты начинается праздничный салют. Прямую трансляцию оттуда вы сейчас можете видеть на своих экранах. Следующими Новый год встретят китайцы и японцы. А вот в Океании Новый год наступит, когда в Киеве будет уже час дня 1 января. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Незаконно удерживают 89 человек. Это и крымские татары и проукраинские активисты. Как минимум 65 человек. В основном крымских татар удерживаются по так называемому делу Хизбут-Тахрир. Их обвиняют в терроризме. Если говорить об украинцах, то среди них, например, есть украинские активисты. Олег Приходько, задержанный в этом году. Также есть так называемые украинские диверсанты или шпионы. 53 освобожденных политзаключенных в рамках воскресного обмена сейчас находятся в клинической больнице Феофания. Практически у всех есть посттравматический стресс и обострились хронические заболевания. Подробнее о самочувствии освобожденных узнаем у корреспондента UATV Артема Голуба. Он на связи со студией из Феофании. Артем, все ли освобожденные проходят лечение Феофании и как они себя чувствуют? Татьяна, на самом деле сейчас все пациенты, которые сейчас находятся на территории Феофании, проходят медицинские обследования и лечения. На данный момент тут их 53, вчера еще их было тут 64. Некоторые выписались из Феофании для того, чтобы встретить Новый год вместе со своими близкими. Однако, по словам докторов, они должны вернуться сюда второго числа для того, чтобы продолжить обследование и лечение. По словам докторов, они уже прошли УЗИ, ЕКГ, рентген легких. С ними также побеседовали психологи и психотерапевты. И также они прошли ультразвуковые исследования. Тут состоялся брифинг Андрея Страканя. Это заместитель главного врача клинической больницы Феофания. Он рассказал, что же будет с ними после того, как пройдут пациенты, пройдут все медицинские обследования. Давайте послушаем. Всем пациентам на данный момент проведены общие клинические обследования, которые были необходимы. Определено направление, по которому нужно двигаться для каждого из пациентов. В дальнейшем проводятся уже специализированные исследования, в зависимости от ситуации каждого. По его словам, 8 пациентов нуждаются в плановом оперативном вмешательстве, то есть в операциях. Однако эти операции не являются обязательными или критическими. Их могут сделать по желанию самих пациентов. Также доктора заявили о том, что большинство пациентов нуждаются в стоматологической помощи, в многих посттравматическое стрессовое состояние и также обострение хронических болезней. Также они заявили, что тяжелых или критических пациентов у них нет. Все находятся в удовлетворительном состоянии. Родственники пациентов спокойно допускаются на территории Феофании, они могут общаться. Также доктора передали пожелания журналистов о том, что журналисты хотят с ними пообщаться. Однако пока пациенты не спешат пообщаться с моими коллегами и отдыхают, и проводят свое лечение. На этом у меня все. Студия. Спасибо, коллега. Артем Голубь, корреспондент UATV. Освобожденные в рамках воскресного обмена проходят лечение в Феофании. Поддерживал аннексию Крыма, а потом попал под репрессии. Ялтинского блогера Евгения Гайворонского выдворили с территории полуострова. Утром 31 декабря его вывезли сотрудники российских спецслужб в оккупированный район Луганской области на пограничный переход Чертково-Миловое. Принудительно депортации Гайворонского приговорил оккупационный суд Ялты за оскорбление российской власти и символов в интернете. Теперь изменивший политические взгляды блогер направляется в Киев. Вообще депортация крымчан – это международное преступление. Она запрещена международным гуманитарным правом. Но Россия часто депортирует крымчан, граждан Украины. Преследования Гайворонского начались после того, как он стал высказывать проукраинские взгляды как блогер. Одно из его последних дел было открыто за то, что он, по мнению оккупационных властей, оскорбил Путина. Технические регламенты о транзите газа, договор об условиях и объемах на пять лет и мировое соглашение – все это находится в пакете соглашений, которые накануне подписали в Вене. Также указано, что стороны отказываются от взаимных претензий, однако соглашения не касаются судебных исков «Нафтогаза» против России о захвате нефтегазодобывающих предприятий во время аннексии Крыма. Подробности и детали нового контракта обсуждал на брифинге глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Подробности знает Инесса Занина. Она на связи со студией. Инесса, есть ли какие-то подводные камни у нового контракта с «Газпромом»? Буквально несколько слов о самом контракте. Он заключен на пять лет, с последующим возможным продолжением на десять лет. Первый год прокачка газа будет около 65 миллиардов кубометров, и последующие четыре – по 40 миллиардов. Андрей Коболев сказал, что вот такое мировое соглашение было подписано благодаря тому, что Украина отказалась от нового стопгольского арбитража, то есть по сути иска Украины, на 12, извините, биллиардов долларов. Они обменяли это соглашение. И на вопрос журналистов о том, не будет ли у России опять какие-то выдвигать требования непомерные, Коболев сказал следующее. Давайте послушаем. Важно, что новое транзитное соглашение содержит европейское право и четко прописанные гарантии. Соответственно, сумма наших доходов – 7,2 миллиарда долларов – была прогарантирована с российской стороной, как доход, который украинская сторона получит на протяжении последующих пяти лет. Второй кузырь в этих переговорах – это была остановка построения Северного потока-2. Это стало возможным благодаря санкциям Америки и других стран. И поэтому России ничего не остается, как прокачивать этот газ через Украину. И что говорит об этом прокачке через Северный поток-2 Андрей Коболев? Давайте послушаем. Техническая способность российской стороны, насколько я знаю, не позволит им закончить трубопровод Северного потока самостоятельно. Им нужен хотя бы один из международных кораблей. До тех пор, пока они не будут доступны, Россия не сможет завершить строительство. И добавил то, что переговоров о том, чтобы покупать российский газ, сейчас речь не идет. Об этом идут депутаты в правительстве. Но это пока не своевременное такое обсуждение. И о том, что «Газпром» заявил о том, что он хочет участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы, но этого также не будет, так как новый оператор в состоянии за свои деньги это сделать. У меня все. Спасибо, коллега, за важные детали. Инесса Занина, корреспондентка ЮАТВ, подробности газового контракта, рассказал на брифинге глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Подземный музей хотят открыть в Харькове. Подвалы бывшего гостиного двора конца 18 века последние пять лет постепенно расчищают от завалов и укрепляют ходы активисты. Чем уникальны подземелья и что там можно будет увидеть в материале наших корреспондентов. Историк Игорь Денисенко показывает схему уцелевших после войны подземелья гостиного двора. А это около 250 квадратных метров подвальных помещений и 90 метров подземных галерей. Игорь рассказывает, изначально все было обустроено под складские помещения гостиного двора в конце 18 века. Во время Второй мировой подвалы использовали как бомбоубежище. Сам гостиный двор не уцелел после бомбежек. Его решили не восстанавливать. Теперь на его месте здание строительного колледжа. Приблизительно на том месте, где мы с вами сейчас находимся, стояла одна из самых интересных башен Харьковской крепости – Тайницкая. Из подземной части которой шел крепостной подземный ход. Он как раз проходил под этими ступенями и доходил до уреза воды. Узкие ходы подземелья на глубине более 4 метров раньше были завалены. За 6 лет раскопок отсюда вывезли 23 самосфала, мусора и грунта. Теперь археологи могут показать все, что уцелело от винного погреба. По их рассказам, раньше тут были целые галереи. Хранилось более 30 тысяч литров спиртного. Некоторые бутылки с клеймами поставщиков императорского двора. Самая ценная находка – бутылка из-под шампанского со скрытым дном. Так сохраняли и высокую цену, и одновременно продавали меньше напитка. Ей почти 130 лет. Это уникальная в Харькове бутылка, конечно же, с таким донышком. Потому что для того, чтобы осадок собирать, вот как принято донышко, в бутылках делать вогнутым, достаточно 3-4 сантиметра. Здесь же мы имеем 8. Так что ой-вэй. Блюда, ложки, вилки и даже свистульки начала 20-го столетия. А также экспонаты домашней утвари харьковчан. Всё это тоже разместили в подземелье. Кроме того, историки собрали и легенды. И посреди этой комнаты стояло 12 стульев. И на столе каменном лежала книга, где были написаны судьбы каторжников. Они хотели, чтобы их выпустили. Находили и человеческие останки, черепа и кости. Их перезахоронят. А вот из-за найденных во время раскопок мин и боеприпасов приходилось даже объявлять эвакуацию. Сразу же, как только мы находили это всё, здесь прекращались работы, люди были эвакуированы, вызывались соответствующие службы, вызывались пиротехники из МЧС. В общем, мы как бы стараемся максимально обезопасить и место работ наших, и место будущего музея. Подземелья гостиного двора почти готовы экскурсионный маршрут, говорят археологи. Здесь будет размещено более тысячи экспонатов. Но объект пока не обозначен на карте, а данные о нём не внесены в кадастр. Кроме того, ещё необходимо найти денег для укрепления большей части ходов подземелья, чтобы сделать их безопасными для туристов. Наталья Белокудря, Андрей Домовой, Харьков, Юэй Ти Ви. Об этом и других событиях читайте на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала юэйтви.юэй. Пока это вся информация, но менее чем через два часа мы к вам вернёмся с новостями на русском. Субтитры создавал DimaTorzok